Кредитный бум. Как складывается ситуация на рынке? Будем смотреть, это одна из неопределенностей, фактор неопределенности, который будет влиять на, в том числе, инфляцию в 2021 году. В связи с системой QR-кодов люди массово стали прививаться от ковида. Ситуация осложняется сезонным распространением гриппа. И сейчас это особенно важно. Мы все должны максимально ответственно относиться к своему здоровью и не забывать об окружающих. Астрономами были представлены результаты исследования двух околоземных астероидов. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Валерия Карташова. 13 октября в Казанском федеральном университете ожидается мастер-класс от президента ОНО «Арт-медиаобразование» тележурналиста Арина Шараповой. Мероприятие пройдет в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Начало в 11.50. Ведущим выступит декан Высшей школы Леонид Толчинский. «Розница бумит» – так описал ситуацию на рынке розничного кредитования по итогам первого полугодия директор департамента обеспечения банковского надзора Центробанка Александр Данилов. Останавливаться бум не собирается. Какие могут быть последствия и можно ли остановить кредитный бум, узнаем в сюжете нашего корреспондента. Мы приняли решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,75% годовых и допускаем возможность дальнейших повышений на ближайших заседаниях. С таким заявлением выступила председатель Центрального банка Российской Федерации Эльмира Набиулина на Международном финансовом конгрессе в конце июня. Разберемся, с чем связано такое решение и при чем здесь кредитный бум. 1 сентября банки нарастили кредиты населению на 16%, до 23,6 трлн рублей. В абсолютных цифрах это 3,6 трлн рублей. Больше, чем за весь прошлый и даже до пандемии 2019 год. Действительно, наблюдается слишком быстрый рост кредитования. Доходы граждан не поспевают за ростом кредитов. Это создает риски. Во-первых, опасен для самих граждан, поскольку они оказываются неспособными исполнять свои обязательства по взятым кредитам. Во-вторых, это может быть опасным. Пока речь о такой опасности, конечно, не идет, но при длительном кредитном буме опасность может грозить самим банкам. Также есть и другая сторона. Снижается уровень жизни, а вместе с этим и покупательская способность населения, потому что людям приходится выплачивать кредиты. Тем более сейчас задолженность граждан растет по всем видам кредитов и займов. Особо высокие темпы наблюдаются в области ипотечного кредитования. Это было и в прошлом году, и в этом году продолжается очень быстрый рост. Растут слишком быстро объемы и обычных потребительских кредитов, и автокредитов, и займов микрофинансовых организаций. Почему же люди все больше и больше продолжают брать кредиты? Все просто. Ставки по кредитам были снижены и стали более привлекательными. А сейчас проценты начали расти, что сподвигло людей быстрее оформить займ до возможного повышения ставок. Можно ли остановить кредитный бум? Центральный банк предпринимает ряд мер, которые направлены на охлаждение ситуации. Во-первых, это и повышение ставок. Во-вторых, это введение новых требований к коммерческим банкам по оценке кредитспособности и уровня задолженности для клиентов физических лиц. Это означает, что банкам будет сложнее выдавать высокорискованные кредиты заемщикам. Однако Центральный банк вовремя взял ситуацию под контроль. Так что опасаться перегрева пока не стоит. Джимин Небаева, Софья Чугнова, Универньюз. Примерно треть регионов России ввела QR-коды для привившихся от ковида. В Татарстане стало исключением. С 11 октября в Казани непривитым от COVID-19 без действующего QR-кода о прививке или о перенесенном в течение последнего полугода заболевании не пустят в кафе, ресторан, столовую и даже в маленькую кофейню. Люди толпами стоят в очереди на вакцинацию. Какие еще ограничения ждут казанцев, узнаем в сюжете. С ростом заболеваемости ковидом власти регионов стали массово разрабатывать ограничительные меры, взяв за основу систему QR-кодов. В своем недавнем видеообращении Михаил Мишустин напомнил, что самый надежный способ защитить от коронавируса себя и своих близких – вакцинация. Для граждан также созданы все необходимые условия для прививки. Здравоохранение находится в полной готовности и для лечения пациентов с коронавирусом. Увеличено количество коих, в том числе оснащенных оборудованием для снабжения кислородом и вентиляцией легких. Также Михаил Мишустин напомнил, что к своему здоровью и здоровью своих близких необходимо относиться максимально ответственно, а также не забывать об окружающих. 11 октября в Казани на пресс-конференции в информационном агентстве «Татаринформ» главный государственный санитарный врач по республике Татарстан Мария Потяшина проинформировала, что невакцинированных сотрудников в Татарстане будут отстранять от работы. В срок до 6 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации своих сотрудникам вторым компонентом. Подлежат отстранению от работы с 9 ноября не получившие первый компонент вакцины сотрудники и работники, а с 7 декабря не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Пока же работники сфер, подлежащих обязательной вакцинации, могут ходить на работу и исполнять свои трудовые обязанности. Согласно постановлению, Казанский федеральный университет активно прививает своих сотрудников. Напомню, что все желающие могут привиться в университетской клинике Казанского университета по адресу улица Вишневска, 2А. Иммунизация осуществляется вакцинами «Спутник Ви», «Эпивак Корона», а для тех, кто переболел или ранее был привит, есть однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». По вчерашнему дню, по выходным, у нас в 6 раз превысилась вакцинация по сравнению с прошлой неделей. Процент привитости повысился до 80 по постановлению. В КФУ сейчас по показателям на 5 октября 69% привито преподавателей. Вот мы сейчас будем доводить до 80. Вакцина-профилактика COVID-19 способна защитить от тяжелой формы заболевания и играет важную роль в предупреждении смертности. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. Студенты Казанского федерального университета приглашаются к участию в именной стипендиальной программе «Альфа Шанс». По ее итогам, два лучших студента КФУ получат именную стипендию в размере 300 тысяч рублей. Участниками программы могут стать студенты 3-4 курсов очной формы обучения. Для участия необходимо подать заявку до 15 ноября 2021 года. По ссылке. Запасы металлов в околоземном астероиде оказались выше общемировых. Астрономами были представлены результаты исследований двух околоземных астероидов, в состав которых, как оказалось, входит 85% металлов. Подробнее в нашем следующем сюжете. Планетологи оценили экономический потенциал ближайших астероидов. Исследователи сделали вывод, что количество ценных металлов может превышать общие мировые запасы Земли. Например, астероид 1986DA содержит железо, никель, кобальт и платину на сумму более 11 триллионов долларов. Эти тела прибыли из внешней части главного пояса астероидов. Это не новые, в общем-то, такие вот заключения, что в астероидах обнаружен металл. В общем-то, считается, что многие астероиды, они, в принципе, обладают и платиной, и никелем. Есть название у них. И как раз вот про этот астероид 1986DA, это не сейчас открытие было сделано. Это давным-давно этот астероид, он известен. И, в общем-то, какое количество в нем вот этих вот элементов, так же много раз уже было определено. Считается, что богатые металлами тела представляют ядра более крупных дифференцированных астероидов, кора и мантия которых были выброшены в космос в результате мощного столкновения с другими объектами. При этом некоторые из таких астероидов, в частности Психея, могут до сих пор сохранять свою каменную мантию, а металл попал туда, предположительно, в результате извержений. Новые исследования богатых металлами астероидов раскрывают информацию о происхождении и составе этих редких небесных тел, которые когда-нибудь можно будет разрабатывать с помощью специальных роботизированных космических аппаратов. Добытые металлы можно использовать как на Земле, так и для строительства непосредственно в космосе, а также для создания колоний на Марсе и Луне. Преимущества добычи металлов на астероидах рассматриваются не только с точки зрения экономической телесообразности, но и как способ уменьшения экологического ущерба на Земле. Надежда Мещерякова, Универньюз. На этом все. В студии была Валерия Карташова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!